Приоритет по Дамагу, не забывайте закрывать щупальца, не забывайте на переходке выносить Типафф, это важно. Отсчет. Всем привет, с вами Пирио. После некоторых наставлений Релла можно и начать объяснение тактики. Босс в Хелли ФМ весьма сложный, так что возможно вам придется сократить рейд, будьте готовы к этому. Бой начинается с того, что в одного из танков кастуется Желчное Дыхание. Дыхание это конусная атака, если дамагеры будут стоять в этом конусе, то скорее всего их убьет, если они конечно не одеты в какой-либо овергир. Когда дыхание будет воспроизведено, на пол упадут 5 капель, капли упадут в то место, куда было направлено дыхание. Капли нужно и действительно необходимо убить с целью того, чтобы при окончании своего коста они не дамагнули АОЕ дамаг в рейд. А если же они все-таки воспроизведут свою АОЕ, то это негативно скажется на ХП рейда и на мане хилов. Скажем так, убиваем капли, разливаются войд зоны, в этих войд зонах стараемся не стоять. Но если вдруг приспичило то, что нужно уйти из сферы или нужно уйти из дебафа морской порчи, то почему бы и нет там. Относительно немного это все дело дамагает. Морская порча, дебаф который вешается на людей, хилы диспелят. Появляется войд зона под вами, из войд зоны нужно просто выбежать. Сфера порчи, еще один каст, который будет на первой фазе, это та сфера, которая привязана за вами. Ваша задача ее просто-напросто раскайтить. Кайтите, кайтите ее в нее, не впадайте через людей, старайтесь не вести, особенно через хилов, чтобы они не прерывали свой хиловской процесс. Ну и не проводите через танка, чтобы он нормально стоял и нормально развернул босса под каст дыхания. Чтобы дыхание вдруг не дыхнуло в рейд, в миле кэмпы и в различные прочие группы людей. Также периодически будут появляться щупальца. Это одно получается в кресте. Одно в квадратике. И сзади, по-моему, около двух или около трех. Я думаю, при первых каких-либо траях вы поймете сколько их. Пускай милишные щупальца делят милишники конкретно, то есть, допустим, по четыре человека. А задние могут делить ханты, как вариант, своими черепахами. По крайней мере, они как-то извивались и ханты спокойно соло делили этот дамаг от щупальца. Щупальца дамагает семь лямов. Этот дамаг надо хотя бы одному человеку перекрыть. Иначе все эти семь миллионов дамага войдут по рейду, что означает ваншот. Вторая фаза начинается с 65%. Появляются щупальца в кресте в квадрате. Некоторые щупальца вы можете снести, если вам на то хватает дамага, смекалки и прочих различных действий. Почему бы и нет? Также периодически будут приезжать корабли с мобами. При касте, получается, смывании или что-то типа такого приезжает корабль с мобами. Вылезает большой моб, который вокруг себя кастует ауешку выброс ила, который дает фронтальный каст в виде удара якорем, под которым стоять вообще не надо. Также есть моб моряк, который усиливает блистающих мобов на скорость атаки 30%. И при накоплении фуловой энергии начнет ауешить, так что желательно убить его очень и очень быстро. Также не забываем про мобов, которые будут вылезать при этом процессе. Мобов желательно свести в одну точку и зауешить. Если у вас проблемы с заведением их в одну точку, вы можете воспользоваться друидами ветки исцеления. У них есть прелестный вихрь Урсола. Можете воспользоваться стяжкой от Бладдека, от Рыксаря Смерти, ветки Кровь. Почему бы и нет? Реализуйте все свои потенциалы ауешные, всякие стяжки и различные прочие станы. Почему бы и нет? Примерно когда вы сольете на правом балконе эти два щупальца, опять же вылезет моряк и большой моб. Процесс повторяется, сливаете моряка, сливаете большого моба. С маленькими мобами будьте аккуратны, потому что периодически они будут вешать дебаф смрадной гнили на вас. И с этой смрадной гнилью нужно держать рейндж дистанцию, насколько я правильно помню, около 5 метров. Если вы ее не выдержите, то несколько стаков перенесутся на ближайшую цель. Как-то все это дело так и происходит. Заливаете маленьких мобов, заливаете щупальца. Как только вы сольете все щупальца, те которые были на платформе, два спереди, три сзади, и по два на каждом балкончике, босс вылезет и у нее уже будет 40% хп. Вот это дело дается гера, когда милишники, разумеется, придут к боссу, прыгнут с балконов, поты, бурсты и все, что только можно. Также, как вы могли заметить, начиная со второй фазы, как только она ушла под воду и начала призывать мобов, она кастовала волны. Каст называется Ярость, Утробы, Душ. И сдается тогда, когда она накапливает фулейшую полоску. Синенькую такую, которую вы можете видеть справа над моим таймером ДБМа. То есть там, где их до кучи всякие, Берсерк, Рекордная Победа, да и прочее. При накоплении сотки, дается волна и вся платформа очищается. Вот так вот. Бой с хеллей на этой финальной третьей фазе начинается с дыхания. После дыхания на танка вешается дебаф, при котором получаемое по нему исцеление понижено на 90%. Так что танк должен серьезно прожаться под момент каста дыхания и после, секунд на 10. Либо второй танк должен как-то изловчиться и выкаетить сферу коррозии, которая является усиленной версией сферы порчи с первой фазы. Которая также раскладывает еще и вот зоны неприятные. Так что желательно раскладывать все это дело один в один по правой, левой стенке, как мы это делали, как вы можете видеть. Можно изловчиться, стаунтить, как вариант, но намного лучше под дыхание танку поражать свои персональные кейли, либо сейвы, если такое возможно. Также не забываем про дебаф морской порчи, который хиллы должны дисплейлить. Не забываем про появляющихся моряков. Они также будут появляться, их также надо будет заводить желательно в миле зону, танчить разумеется. И сливать до получения и места энергии. Если они накопят 100 энергии, а пойдет просто АОЕ дамаг, усиливающийся со временем. Вспомните инстут рободуш. Я думаю, у кого-то какие-то схожие мысли навеялись. Насколько я правильно понимаю, это вся тактика. Я выложился на полную, я рассказал вам ее абсолютно всю. Досматривайте убийства. Если у кого-то есть какие-то пожелания, комментарии и прочее, можете расписать это дело в комментариях. Я прислушаюсь, подискутирую с вами. Можете рассказать, как вы делали на своих киллах, допустим, как вы делали лучше, скажем так, делали качественнее. Прислушаюсь, почему бы и нет. Может что-то донесу до нашего рейда при следующих убийствах этого босса в ХМ, а может быть и в мифике в ближайший век, скажем так. До встречи и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok